всем доброе придоброе утро мы уже на улице машину свою переставляла так как сегодня 1 число она меня стояла на правой стороне нужно переставить на левую иначе тебя могут оштрафовать машину вести на на чем могут увести то нагро мы едем завтракать сейчас позавтракаем потом пойдем дела свои делать в общем оставайтесь на связи и увидите чё почем смотрите сколько клубники продается офигеть не знаю евро 3 наверное вот эта коробка вкуснятина пахнет смотрите а это еще одна такая же фруктовый магазин здесь поменьше самое интересное что эти два фруктового магазина открыли мураканси на один рядом с другой то есть вроде бы как должно быть какая-то солидарность или что-то между ними я не знаю я бы так не открыла рядом своим соотечественником этот магазин один такой же поэтому как-то очень странно данная клубника сейчас самый сезон много всего продают я иду домой я заберу чарли зайду в банк и погуляю с ним а потом мы наверное куда-нибудь отправимся но не буду ничего говорить потому что еще не все известно мара еще не все известно и не не все как говорится точно а то на говорю всего а потом не выполню кстати жарко на улице тепло хорошо даже думаю может быть свитер этот снять поменять его на что-то более легкое сейчас посмотрим смотрите какая у нас красота у черепаха там плавает большая у смотрите как их тут тут много одного тут загорает сейчас уйдет чарли мой там милит морская черепашка по имени мира торту а и мира и а и но он полетел за голубями вот смотрите смотрите оп оп испугался вообще видите какой у меня трус все уплыла трусишка так смотрит на нее с таким видом типа ты кто что это там у нас школа видимо перемена пахнут они еще и пахнут представляете сфоткаться что ли знаете как я и думала все планы нарушены и мы сейчас не знаете куда едем в меркадону 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 поедем за продуктом у меня да не колочка туалетной бумаги нет представляете вообще вот закупимся немножко так и все так что вот никак не получается хорошо что не очень не рассказала постоянно расскажешь что-нибудь а потом получается что грушка ладно блин единственное я хотела плов приготовить беру жена завтра наверное я его приготовлю думала что поедем поедим где-нибудь там по дороге поэтому ничего не приготовила сейчас что-нибудь куплю быстренько с варгане походу тучки какие-то чем поживем увидим к чему нас жизнь приведет пришли домой сейчас буду кушать готовить расскажу вам что и как тележечка мои тележечки поднималась так сахар два килограмма спаржу сейчас буду делать спаржу вот это вот а вас это что-то типа фасоли такой вот зеленый знаете не высушенная фасоль а зеленая я сейчас буду это готовить с луком в общем сейчас увидите все это очень вкусно перчик вот такой маленький потому что я покупаю вот иногда всегда большие продаются я его весь не расходы а это прям как порционный до 2 кабачка в общем не знаю сколько огурцов авокадо это салат сыр такой всегда знаете куда-нибудь что-нибудь куда-нибудь что-нибудь добавить и уже вкусно ветчина сосиски всегда у меня в холодильнике должно быть на всякий случай когда мне нет времени готовить раз на сковородку и все и зашибись так как они хранятся долго поэтому ничего не будет морковку такую грудка индейки сейчас тоже буду готовить с этим буду готовить на днях испанское блюдо которые именно едят они в пост по пятницам называется не пучера а потахи де горбансо то есть это как бы это назвать это не суп щи же ведь как вот наши это же не суп правильно и вот это вот не стоп он более такой насыщенный более скажем так густой готовится он из нута и бакалау это треска она значит сначала была соленая в испании тоже очень продают ее часто она кстати не дешево стоит ее сначала засаливают вот как бы вяленая она такая соленая получается а потом его вымачивают в воде вот как знаете у нас раньше в деревнях ну все это идет от того от моряков которые раньше очень долго в морях плавали и они эту треску или когда не было холодильников они просто засаливали засаливали эту треску вот и оттуда все это повелось вкус совершенно меняется треска свежая или треска как это сказать вымоченная вот кто не умеет готовить говорит что это бе но это говорят лишь те люди которые не умеют это готовить вы знаете вообще есть очень много людей которые не попробовать рецепт или не попробовав другую как говорится еду культуры все говорят бе я вообще я таких людей не понимаю почему потому что прежде чем говорить бе нужно попробовать вот у меня муж тоже любитель раньше был знаете он не говорил бе а он так смотрел на тарелку допустим я помню первый у меня был такой опыт сделал потушила капусту с картошкой вот так вот все вкусно и он так на нее смотрел а мне так не знаете неудобно но не то что прям так думаю блин это такая вкуснятина а он с такими глазами смотрит не попробовав потому что когда он попробовал ему типа стало нравиться и вот знаете вот это вот выражение не попробовав а уже говорит что вам это не нравится тем более в 21 веке когда все культуры соединены все смешано мы здесь в испании даже о сушах вот несколько лет назад даже и понятия не имели что это такое зато сейчас они начинают потихонечку помаленечку понимать что такое суши а тоже могли бы сказать бе и вот я многих знаю людей которые так типа сначала соленые а потом вымоченные да совершенно меняется вкус совсем другой вкус очень много рецептов кстати я их делала и есть бакалау контоматы можно сделать тоже очень вкусно конечно в россии не найдешь такую треску сначала соленую потом вымоченную такую не найдешь некоторые вымачивают сами знаете но я уже купила вот эту она уже вымоченная вот поэтому видите готовы для готовки стоит смотрите-ка сколько она стоит килограмм 14-20 то есть это не дешевое удовольствие вот я сегодня мужу говорю буду готовить гармонском бакалау да ты что я говорю да так как мне нут очень нравится я не знаю у меня он есть по моему ну на всякий пожарный купила в общем буду на этой неделе готовить так что подписывайтесь чтобы не потерять рецепт может быть кто в испании может быть альтернативу какую найдут может уже и в россии у нас и продается или в других странах такая треска фиг его знает я то не знаю что там и как и хлеб в общем купила вот такой хлеб и все все мои покупки 30 евро я за все это отдала и сейчас буду готовить а еще грибы я не знаю показала или нет грибы замороженные взяла это просто закидываю сейчас в заморозку потому что это я взяла на будущее мне тоже очень нравятся грибы вот а это сейчас буду готовить так уберу все это и приступим для моего сегодняшнего рецепта нужны ой ну вот это фасоль большая луковица хамон хамон можно заменить галиной такой колбасой или как там не знаю вот ну хамон это же вяленое мясо можем чем-то таким заменить чуть оливкового масла я до отсебятина будет у меня спаржа очень все легко и просто режем лук полукольцами и отправляем его обжариваться 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 мы любим лука много поэтому я добавила большую луковицу что такое что такое вот обжариваем лук до золотистого цвета тем временем я спаржу сейчас почищу ну не почищу вы знаете как оно это все делается я уже показывала не раз берете где-то вот так и вот так и просто ломаете видите она свежая вот это вот выбрасывается а вот эта часть остается и так спаржу чтобы она была такая как говорится видите в ней есть вот такие волокна если их не убрать то эти волокна потом будут во рту и все так спаржу моем и режем не такие уже большие кочерыжки остаются вот это все выбрасывается а это все режется лук у меня уже немного поджарился я высыпаю сюда вот эти вот эту фасоль вот убавляю огонь чтобы они замороженные и чтобы они спаржу тоже кстати можно добавить тоже в этот момент и готовим до готовности под закрытой крышкой солю всегда в конце и надо иметь в виду так как будет хамон он тоже кладется почти в самом конце то солью надо не переборщить а то будет слишком соленая почти готова у меня еда моя засыпала хамон сейчас все перемешаю и попробую на соль если не соленая но сначала дам хотя бы чтобы поженилось все это хамон со всеми делами вот и потом уже пробую на соль то могу пересолить а там у меня готовится как это называется индейка так а вот вкуснятина будет две минутки и все оно готово хамон сильно не жарьте значит он будет как сапог вот так все это выглядит всем приятного аппетита ой знаете что я тут экспериментирую ой не могу в общем хочу сделать огурцы с мясом по корейски как вам идея красота ну какая же я красивая вообще кому же я достанусь вы так говорили когда нибудь вот рецепт не буду говорить потому что хочу сначала попробовать что же это получится в общем то в принципе ингредиент это все уже есть чесночка мало мало но может быть оно на такую порцию и хватит фиг его знает но больше у меня его нет а за одним чесноком я не пойду хотя надо было бы в фруктовый магазин сходить мне фруктов одни яблоки для компота которые я не сварю может сейчас компот сварю кстати вот я нашла что у меня было был горох но этого конечно же ничего очень мало надо все это пересыпать вот сюда в эту коробочку из под печенья и так кроме намного удобнее не знаю когда сделаю а ну я хочу ничего нет поместится или нет она прям тютелька в тютельку смотрите как все тут уместилось готовить ничего не буду на завтра у меня там каша есть полтавская что ли она называется а тут еще осталось смотрите это ну вы поняли что да чего мы сегодня ели мужу сделаю с яйцом будет у него такая тортия дэава дэава сейчас заодно посудку помою потому что огурцы в соли должны полежать чтобы слить сок сок с них поэтому пока не будем там мариноваться я посудку помою да да знаете для чего я сюда поднялась хочу пересадить вот этот горшок вот тут уже земля готовая она хорошая вот этот цветок хочу вот сюда его пересадить и все ветер поднялся какой-то он рука и так а Вот и все. Кстати, земля здесь влажная, а вчера же дождь был. Горшок здесь стоял, поэтому даже поливать не буду. Надеюсь, что ему понравится в новом горшке. Я давно это хотела сделать. У нас там соседи, кстати. Они обычно по воскресеньям бывают тут, а сегодня что-то тоже тут. Ай, неудобно нести одной рукой. Красиво же? Красиво. Вообще нужно уже всеми цветами заняться, которые нужно пересадить, обрезать. Ведь уже апрель, а это все делается весной, но руки не доходят. Слушайте, сделала салат. Огурцы я люблю. Корейскую кухню я люблю. Пахнет это просто обалденно. Боже, как это пахнет. Так что, если завтра мне понравится, потому что сегодня я уже даже пробовать не буду. Время у нас почти 8, на улице так светло. А в это время я уже не кушаю такую еду. Если только чаек, ну, может быть, яблочко. Если уж совсем хочется кушать. Так что пахнет просто божественно. Если будет вкусно, то на наши какие-нибудь посиделки сделаю обязательно. Но это так вот пахнет огурцами прям и корейской едой. Хожу и офигеваю. Это пипа, смотрите. Хожу к нам уже, говорю. Я тут всем рассказываю, что испанцы не дарят цветы. Это что вообще, говорю, ты меня провоцируешь? Представляете? Обалдеть. Цветы притащил. Он говорит, нет, не дарим, только, говорит, на день влюбленных. Вот. И еще когда это? А это, говорит, что-то решил. Представляете? Офигеть. Хожу, офигеваю. Смотрите, какой красивый. Где он его взял-то? Обалдеть. Сюрпрайз. Сейчас поставлю в вазу. Я как раз убрала вазу. И будет у меня опять красиво. Офигеть. Вот так он примастился сюда. Букетик. Ну, я прям в шоке, знаете. По сейчас хожу. Офигеваю, как говорится. Вообще. Я в шоке. Я когда увидела, говорю, кто тебе его дал-то? Никто мне не давал. Я говорю, а где ты его взял-то? Потому что, говорит, это как? Как? Это ломает все стереотипы испанцев. Представляете? Два цветка в моей жизни. Вот этот. И вот этот. За наши 14 лет. Представляете? Офигеть. Как говорится. Когда мы долго живем и ведем себя как испанцы. Здесь говорят, об испанились. А он обрусился, значит. Да? В общем, вот так. Буду прощаться на этой нотке с вами. До завтра. У нас еще светло. Представляете? Время 10 час. Время перевели. И все. Буду с вами прощаться до завтра. Всего вам самого наилучшего. И продуктивной рабочей недели. Она у меня завтра начнется. Всего вам. Пока-пока. До завтра.